Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я полагаю, мы все понимаем, что мы сегодня собрались как бы на молитвенное общение в преддверии участия в Вечере Господней. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, когда мы читаем 11 главу, я с ней сегодня буду и читать, первого послания к Коринфянам, именно апостол Павел в то далекое время, когда были первые христиане на земле, уже были проблемы с совершением Вечери Господней. И мы находим, что апостол Павел пишет Коринфской церкви, что вы собираетесь не так, как на Вечерю. В Римлянам 13 главе Павел называет это пированием, ну, вроде, знаете, такой Вечери Любви. Вы ведь собираетесь не так, как вспоминать страдания Господа. Я хочу сказать, что во все времена жизни народа Божьего на земле не все одинаково понимают эти вопросы, не все правильно живут пред Богом, не все ходят так, как должно. И вот наше участие в Вечере Господней порой приносит нам некоторые проблемы, потому что там написано, потому многие из вас, они болеют, немощны, умирают, и, оказывается, это зависит от нашего отношения к Вечере Господней. Мы порой, когда с нами случится какое-то горе, мы стучим во все колокола, братья и сестры, молитесь, помогите. Это правильно, мы так делаем, но, братья и сестры, мы порой не задумываемся, не причина ли в нас кроется нашего состояния. Я предлагаю выслушать несколько стихов из этой 11 главы Первого Послания Коринфяна, из 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вот, братья и сестры, обратите внимание, как настоятельно апостол предлагает верующим. «Испытывайте самих себя». Вот вечеря подходит, мы как-то живем, вот вечеря подходит. Это особое... Братья и сестры, мы часто не осознаем цену крови, пролитой на Голгофе. Мы не всегда это оцениваем. Мы так как-то по привычке, Христос умер, спас нас, мы спасены. Мы просто не задумываемся об этом вопросе. Поэтому сегодня апостол ставит вопрос «достойное участие и недостойное участие». Я бы хотел вот на это, это вот слове обратить наше внимание. Вот мы через день будем при нем, мы будем протягивать руку, брать эту святыню достойно или недостойно. Вы знаете, русский язык слова «достоинство», «достойный» объясняет совокупность высоких моральных качеств, справедливость, уважение, почтение, недостойный, незаслуживающий уважения, безнравственный, бесчестный. Братья и сестры, недостойное участие делает нас виновными против тела и крови Господней. Наше сегодняшнее молитвное собрание не позволяет нам расширенно говорить об этом, но мы становимся виновны против этих предметов, крови Христа и тела Его. Я обращаю на это внимание. Недостойное участие, братья и сестры, человек осуждение себе делает. Поэтому сегодня для того, чтобы нам рассмотреть, ну, как проверить свою достойность. Вот написано, достойно или недостойно. А вот я стою, мы все сегодня сидим, Господи, а я буду достойно или недостойно. Вот проверить себя, просмотреть, чтобы протянуть руку. Вот, братья и сестры, когда побывают в вечере, я всегда молюсь, Господи, дай мне простор Духа. Дай мне свободу Духа протянуть руку, чтобы совесть моя не осуждала меня. Я просто прошу Господа. Потому что это ответственный момент крови Иисуса Христа. Вот, братья и сестры, когда мы читаем книгу Откровения, 19 глава, и там написано, когда Христос воинствами небесными, как победитель Он явится над этой земле, и люди, увидев грядущего, будут прятаться от Него, там написано, Он имел одежду обогренную кровью. Мне это непонятно. Он же идет победитель на знак крови, на Его одежде, как свидетельство людям, что вы попрали эту кровь. Братья и сестры, чтобы мы не оказались в этом. Как правильно проверить свое достоинство? Первое, братья и сестры, посмотрите, апостол пишет Ефесской церкви, «Умоляю вас поступать достойно звания». Достойное звание. Апостол Петр еще сильнее это говорит. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, «Так поступая, никогда не приткнетесь». Приткновение. Мы часто притыкаемся на чем-то. Мы соблазняемся какими-то пороками, какими-то грехами, какими-то искушениями. Почему? Наше звание и избрание, оно не твердо. Делайте твердым, тогда никогда не приткнетесь. Ну, я так невольно, братья и сестры, вспоминаю свою юность. Вот те 50-е годы, страшные сталинские годы, когда от слова «баптист» и пригибался, потому что собранием мы не ходили. Мы просто дома были воспитаны, верив в Бога, но еще не имели, были еще подростки, учились в школе. Братья и сестры, я хочу обратить на это внимание, звание, звание, оно было, это было позором, у, баптист пошел. Знаете, как это угнетало? И порой люди говорили, нет, я просто так пошел туда поинтересоваться. Он не делает твое звание твердым. Да, я христианин, я таковый. Делайте свое звание твердым. Невольно приходит вопрос, а как его сделать твердым? Чтобы это звание было твердым, братья и сестры. Нетвердым наше звание бывает часто от того, живем мы по плоти или по духу. Апостол Павел очень много в послании, именно и галатам, и вот в послании Коринфянам, он говорит, и в римлянам это есть, если живете по плоти, умрете. Если духом побеждаете дела плоти, живы будете. Вот, братья и сестры, от этого наше достоинство. От этого мы делаем твердым наше звание и призвание, когда мы ходим перед Богом. Я хочу обратить внимание, что можно отнести к недостойности. Во-первых, всякий грех человека, тайный и явный, может быть, сокрытый в нашем сердце. Во-вторых, неродение о вечере. Вот, братья и сестры, подходит вечеря. Мы часто как-то можем свободно пропускать собрание. Ну, где-то у нас семейные какие-то проблемы. Мы поехали в отпуск, мы едем отдыхать. Кто-то едет на рыбалку, на отдых, пикник и тому подобное. Вот, братья и сестры, отношение наше к вечере должно всему быть табу, запрет. Стой! Вечеря Господня! Я должен предстать пред Богом. От этого зависит наше достоинство. Далее, непочтительность к вечере. Ну, мы воспринимаем, как обычный наш приход на собрание, во всех наших отношениях. Опоздание, неродение, нерассуждение о значении вечерей. Вот, братья и сестры, когда перед нами проходит тарелка, я беру этот кусочек хлеба, вот о чем я думаю в этот момент. Вы никогда это себя не проверяли? О чем я думаю? Может быть, я думал, что надо скорее домой, там будет уже у нас очень вкусный обед. Вот я рассуждаю о чем-то. Мои мысли постоянно работают. Кто не рассуждает о теле и крови Господней? Это, братья и сестры, зависит от нашего духовного состояния. От того, как мы ходим, как мы утверждаем наше звание. Чтобы нам утвердить звание наше, есть еще один совет. Посмотрите. Только живите достойно благовествования Христова. Филиппийца 1, 27. Братья и сестры, благовествование, Слово Господне, мы называем Библией, Новый Завет, заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Мы проповедуем. Я неоднократно напоминаю, когда я работал на работе, у меня часто были беседы с людьми, с моими огромный цех, мы работаем, и вот они интересуются, Николай, что вы там в церкви делаете? Я говорю, Библию читаем. А вот сегодня. А вот в субботу, я говорю, Библию читаем. А в воскресенье Библию читаем. А прошлую неделю тоже Библию читали. Они говорят, да что, нельзя прочитать. Братья и сестры, мы читаем Библию для того, чтобы жить достойно этой вести, чтобы это Слово отображалось в нас. Вот в этом заключается наше достоинство, когда мы слушаем, братья проповедуют, поются, везде Слово, и оно проникает в нас. Помните, Христос сказал, кто не берет креста своего и следует за мной, не достоин меня. Петр говорит, чтобы мы следовали по следам Его. Это благовествование Христовое. Я хочу сказать, в ком Слово Божие живет, кто читает, исследует, молится, ищет, братья и сестры, он поднимается к достоинству. И последнее, друзья, дорогие, особая высота достоинства христианина. Старайся представить себя Богу достойным. Вот мы пришли сюда, братья и сестры, я уверен, да, я в том числе, что-то там в зеркало заглядывал, все заглядывали, проводили. Мы хотим предстать достойными перед лицами сидящих здесь. Чтобы у меня тут не расстегнуто было, воротник туда, чтобы все было в порядке, аккуратно, умылся, причесался, мы выглядим достойно. Но, братья и сестры, я всегда привожу такой пример, если бы сейчас среди нас зашел брат, наш великий муж веры Илья, мы бы его выпроводили. Он был весь в волосах, его одежда была, он внешне не был в таком достоинстве, но он был достоин пред Богом. Пред Богом. Это второй человек во всей истории планеты удостоился быть восхищенным. Братья и сестры, достоинство. Он жил, я раб твой, все сделал по слову твоему. Вот когда благовествование. Поэтому сегодня нам предлагается, написано, представить себя достойным Бога. Далее апостол Павел как бы усиливает это, Колоссянам 1, 10, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Братья и сестры, вот эти все места Писания, они утверждают и дают нам достойно участвовать. Мы делаем твердым наше звание христианина, детей Божьих, и дают право свободно участвовать в вечере Господню. Поэтому сегодня нам просто надо молитвой Давида в 138-м псалме, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Это нам необходимо, Господи, перед вечерей. Дай мне это чувство исследования. Вот обратите еще место, и так возлюбленные, имея такие обетования, 2 Коринфянам 7, 1, «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Братья и сестры, мы очень часто не проверяем себя, не проверяем скверны плоти, скверны духа. Скверны плоти – это всякий грех, всякое беззаконие, нарушение Слова Божия. Скверна духа, гордость, самомнение, тщеславие, когда я сильно много думаю о себе, это скверна духа. Помните, о царе Новоходоносоре написано, когда дух его вознес до дерзости, он был убран с престола своего. Поэтому поможет нам сегодня Господь. Просто вот так, братья и сестры, необходимо личное такое восприятие и отношение. Господи, сегодня помоги мне, очисти. Мы для этого собрались, чтобы просмотреть все наши тайники души, там, где что-то, где-то лор, где-то обман, где-то неправда, где-то сквернословие. Братья и сестры, чтобы очищем от всякой скверны плоти духа. Поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы, когда мы этого не делаем, когда мы беспечны. Вот, братья и сестры, беспечность, равнодушие, холодность, это свойственно христианам нашего последнего времени. Кто-то сидит, я вот чувствую, кто-то сидит и в сердце у него загорается, Господи, ведь у меня и это не так. А кто-то сидит, это мы уже слушаем, это равнодушие. Это беспечность, о которой написано, горе беспечным на сегодня. Поэтому поможет нам Господь. Вот и хор поет такой гимн, я точно слова не помню. Дай нам, Господь, достойно святыню Твою принять. Я люблю этот гимн слушать на вечерю. Вот нам это надо сегодня. Дай нам, Господи, достойно вечерю Твою принять, когда настанет этот день. Пусть нас Господь благословит. Я приглашаю вас к молитве, к самоисследованию, испытанию, чтобы воззвать Господу и просить милости Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok